здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы из ссср меня зовут татьяна в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала здоровье номер три за 1981 год статья называется гидроденит автор статьи кандидат медицинских наук к к борисенко гидроденит гнойное воспаление апокринных потовых желез которых особенно много в подмышечных впадинах в области промежности сосков пупка в секрет этих желез входит отмирающая часть железистых клеток поэтому их называют апокринными железами от греческого апокрина отделять апокринные железы начинают функционировать у человека к периоду полового созревания а в пожилом возрасте их функция угасает и не случайно чаще гидрогенит возникает у людей молодого и среднего возраста это заболевание вызывает стафилококк который внедряется в потовую железу по ее выводному протоку способствуют развитию гидроденита повышенная потливость ссадины при бритье волос в подмышечных впадинах априлость отсутствие гигиенического ухода за кожей замечено что апокринные железы воспаляются нередко у страдающих сахарным диабетом и другими эндокринными и хроническими воспалительными заболеваниями это и понятно все что ослабляет защитные силы организма в свою очередь способствует активации болезнетворных микробов в подавляющем большинстве случаев гидроденит возникает в подмышечных впадинах в поверхностных слоях подкожной жировой клетчатки появляется один или несколько плотных болезненных узлов размером до 1 сантиметра в диаметре постепенно увеличиваясь узлы принимают вид полушаровидных образований кожа под ними становится багрово-красного или синюшно-красного цвета на фоне общего недомогания возникает сильная боль в области узлов повышается температура тела приблизительно через 7-10 дней происходит размягчение узлов они вскрываются с выделением жидкого гноя зеленовато-желтого цвета каждый из узлов при гидродените проходит цикл развития продолжающийся примерно две недели на месте воспаленного узла образуются втянутый рубец заболевание опасно осложнениями гнойным поражением лимфоузлов распространением инфекции на окружающие ткани и даже сепсисом поэтому при появлении первых признаков заболевания обязательно надо обратиться к врачу специалист назначит комплекс лечебных мер включающие антибиотики физиотерапию повязки соответствующими мазями или эмульсиями при необходимости хирургическое вмешательство особенно хочу предостеречь от самолечения почему-то распространенного при этой патологии согревающие компрессы которые делают пациенты не посоветовавшись с врачом не только не облегчают состояние но утяжеляют течение заболевания способствуют развитию тяжелых осложнений поэтому давайте договоримся пусть лечит врач гидроденит нередко рецидивирует чтобы этого избежать надо неукоснительно соблюдать правила личной гигиены при повышенной потливости рекомендуется обрабатывать подмышечные впадины двухпроцентным салициловым или борным спиртом можно пользоваться дезодорантами тем кто привык сбривать волосы подмышками надо каждый раз это делать новым лезвием и обработать подмышечные впадины как при повышенном потоотделении конец статьи если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и поделитесь этим видео со своими друзьями благодарю вас за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы из ссср